В летние каникулы ребята не только отдыхают, но и работают. В Первомайском районе не первый год формируются трудовые отряды. Деляя между собой территорию и облагораживая ее, вместе они встречаются каждую неделю. На спортивных площадках в рамках специальной спартакиады. В эпицентре борьбы, которая там разворачивается, побывал Роман Четверяков. Каждый будний день по 4 часа работы, но с экономией сил еще и на спортивную вахту. Третий год подряд примерно в таком режиме трудятся школьники Первомайского района. Активный отдых к ним пришел не по указке взрослых. Ребята сами высказали желание посвятить свободное время играм. Идея получила развитие, и сегодня это поэтапная спартакиада по пяти видам спорта. Каждый второй из ста трудоустроенных участвует с огромным удовольствием в этих соревнованиях. И если есть ребята, которые профессионально занимаются футболом, мы их всегда видим на футболе. Но они вот, ну никак они, например, не дружат с плаванием, мы их уже и не привлекаем в числе зрителей, да. В футболу и волейболу добавлены большой настольный теннис. Честь отрядов защищается и в плавании. Конечно, погода иногда вносит свои коррективы, но в целом спартакиадные старты не выходят за рамки трудовой смены. В отведенный на розыгрыш призовых мест месяц часто проходят интересные напряженные встречи. Ведь каждый отряд целенаправленно готовит команду, дабы попытаться стать сильнейшей и получить уважение у сверстников. Существует и другая мотивация, которая притягивает детей к спортплощадкам. Не знаю, наверное, радость от игры, удовольствие. Дух поднимает хорошо. Какой-то некий отдых, развлечение. Очень удобно и, главное, полезно для здоровья. Не то, что за компьютером сидеть и глаза поручить. В территориальном управлении по Первомайскому району не случайно отмечают. Проводимые состязания делают ребят более выносливыми и сильными. А это сказывается и на результатах их труда. Поэтому уже строятся планы, чем еще можно увлечь молодежь во время проведения спартакиады. Сейчас мы подключили федерацию туризма. И они готовят нам очень интересный туристический городок, веревчатый городок. Он будет уже профессиональный. Мы разговаривали с байдарочниками. К сожалению, нет на территории города Кирова площадок, где можно готовить байдарочников к походам, к туризму. Есть возможность проводить даже полноценную городскую спартакиаду трудовых отрядов на территории целого спортивного парка, который, правда, пока существует лишь на бумаге. В реальности же, пусть и в стесненных условиях, но интересное начинание постепенно развивается и обзаводится традициями. Так итоги спартакиады обычно подводятся в последний день смены, когда ребятам вручают трудовые книжки с благодарностями от городских властей. Роман Четвериков, Владимир Подлевских, Вести Киров.